Водный экстракт березовых листьев Его готовят из молодых листочков, для этого 50 граммов свежих листьев, залив двумя стаканами охлажденной до 45 градусов кипяченой водой, оставить на 5 часов, лучше делать это в термосе, слить полученный раствор, а листья вновь залить таким же количеством воды, оставить на 6 часов, процедить и смешать с первой жидкостью, принимают водный экстракт по 100 мл 3-4 раза в день, при расстройствах нервной системы, как стимулирующие средства, при почечных коликах, витаминное и противовоспалительное средство, курс 3-4 недели. Вариант. Для приготовления настоя свежие листья промывают холодной кипяченой водой, а потом измельчают, например, в блендере. Измельченные листья заливают кипятком, настаивают 3-4 часа. Лучше это делать в термосе. Далее листья отжимают, настой процеживают. Приготовленный настой имеет зелено-желтый цвет и слегка горьковатый вкус. Если такой же настой сделать из сухих листьев, то содержание в нем витамина С будет в 10 раз меньше. Настой из березовых листьев. Как мочегонное, патагонное средство, как примочки при ранах, экземе, для поласкивания волос после мытья головы, для замораживания кубиков для лица, можно приготовить настой из листьев березы. Столовую ложку сухих листьев залить стаканом кипятка, настоять от 15 до 30 минут, пить 2-4 раза в день, курс полмесяца. Вариант. Поместите в термос со стеклянной колбой 10 столовых ложек измельченных свежих листьев, залейте пол-литра кипяченой охлажденной воды, настаивая 2 часа. Пить как напиток по половине стакана трижды в день. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.